Русские новости Русские и не русские тоже Хочет ли быть татарин или якут россиянином Вот русский, вменяемый нормальный русский человек Конечно, россиянином быть не хочет, не может и не будет никогда Ну, путинские аналитики, как всегда, просчитались Они решили, что уже все, дело сделано Новое поколение не собираются помнить о своем родстве О своем народе, о своей истории Им на все наплевать Ну, поэтому давайте тогда уж будем называть всех россиянами Ну, как-то вот не получилось Рабочая группа по подготовке концепции законопроекта российской нации Решила переименовать его в закон об основах государственной национальной политики Ну, а это уже совсем другое Хотя это тоже русофобия Под национальной политикой Они понимают унижение прав русских людей И уничтожение русских То есть вот это будет теперь такой закон Ну, можно назвать его законом о геноциде русского народа Вот, Валерий Тишков, который всем этим безобразием И сейчас Ельцинский в регион Руководит и возглавляет институт В общем, антинаучной деятельностью он занимается всю свою сознательную жизнь И в советский период, как этнограф И позднее, вот сейчас он стал большим специалистом По так называемым межнациональным отношениям Он так прокомментировал смену названия законопроекта Так спокойнее Оказалось, что общество не очень подготовлено К восприятию такого понятия, как единая нация Объединяющая все национальности Но это бред сивой кобылы Нация, объединяющая все национальности Во-первых, нет никаких национальностей Народы есть А вот национальность – это выдумка как раз таких людей, как господин Тишков Есть народы, малые народы, большие народы А вот народности или национальности взамен народности Народности, понятно более-менее То есть это еще такие общности, этнографические общности которые еще не дотягивают до народа, или, может быть, в течение времени какие-то черты народа утратили. А вот что такое национальности, это вот господину Тишкову известно, вменяемым людям это не только неизвестно, но даже неинтересно, все эти выдумки о национальностях. Единая нация у нас есть, называется она русская нация. Кто-то в нее входит, кто-то не входит. Сейчас, я думаю, что меньшая часть населения осознает свою причастность к русской нации, то есть к некому политическому единству, которое связывает нас с нашими предками. Часть из них может быть не русская, но в подавляющем большинстве это все-таки наши русские предки. И, естественно, с исторической российской государственностью. Все это, конечно, омерзительно для общечеловека Валерия Тишкова, который хочет создать нацию общечеловеков-россиян. Естественно, что его деятельность, поддержанная и правительством Ельцина, а потом правительством Путина, это деятельность самого отъявленного русофоба. Также Тишков отметил, что решение вызвано тем, что президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона. Ну, Путину что ему? Вы перекладываете, они говорят, а мы не можем. По словам Тишкова, новый законопроект группа представит через месяц. Вот скоро уже ждем. Ждем. Руководитель группы пообещал, что в документе будут прописаны понятийный аппарат, механизм разграничения полномочий между федерально-регионально-местными властями. В закон также будут включены концепции мониторинга этноконфессиональных отношений в субъектах РФ. Ну, то, собственно, за что бюджетные деньги господин Тишков получает, и то, что он направляет исключительно против интересов русской нации, значит, нации вообще, то есть против того, за что он вроде бы агитирует. На самом деле это абсолютный деструктор, академик кислых щей, что называется, потому что вся его, так называемая, наука давно прокисла и превратилась в русофобскую политику. Ну и там остальное, политика государства, отношения малых коренных народов, принципы этнологической экспертизы законопроектов и всякая прочая чепуха. Все это уже есть в законах, все это вот просто растрата бюджетных денег ради потехи вот этих людей, которые столпились вокруг Тишкова, ну а Тишков толпится где-то вокруг Путина. Все это русофобская политика, которая, разумеется, идет из Кремля. И пока мы Кремль не очистим от русофобов, так оно и будет продолжаться, будут тратить бюджетные деньги на разработку стратегии, как бы это русских уничтожить, как бы русскую нацию подменить российской, потом русских вообще ликвидировать, и всех вообще в России сделать россиянами. Но вот этих недоумков, конечно, надо устранять и от науки, срывать погоны и награды, которые получены за русофобскую политику, и отправлять где-нибудь, ну даже лес валить, я думаю, не надо, а вот где-нибудь подметать в каких-нибудь маленьких городках улицы, может быть, выносить помои там, где вот не достало бюджетных средств, растраченных вот этой ГОП-компанией во главе с Тишковым. Там вот туда, да, наверное, так. Ну, мало кто, наверное, уже замечает всякие глупости и подлости, которые произносят высшие государственные чиновники, но вот мы в Русском национальном фронте решили обратить внимание на высказывания Дмитрия Медведева, который объявил врагами государства националистов, и национализм как некую идеологию. Мы обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь председателя правительства, самозванцы и негодяи, разумеется, к ответственности за возбуждение вражды к русским националистам. Эта группа совершенно четко выделяется, это люди, приверженные нации и ценностям нации прежде всего. То есть на первом месте после моральных, духовных ценностей в политике для этой группы лиц стоят интересы нации. А Дмитрий Медведев, инструктируя вообще весь государственный аппарат, включая силовые ведомства, направил против этой группы всю их деятельность, объявив националистов врагами и экстремистами. И вот нам отвечает, мы направили, естественно, к Генеральному прокурору, думаете, кто нам отвечает? Ну, отвечает человек, подчеркнуто нерусский и враждебный ко всему русскому, как мы понимаем. Заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. Фамилия его Жафяров. Трудно выговорить по-русски. Написано, конечно, когда читаешь, как написана эта фамилия, видишь, что... Ну, даже прочитать трудно такую фамилию, она явно не славянская, не русская. Господин Жафяров. Вот что он ответил. В Генеральной прокуратуре рассмотрено ваше и других представителей ряда общественных объединений. Мы там подписались своими фамилиями. Полтора десятка человек, где-то, представляющих разные общественные организации. Рассмотрено. По поводу высказанных представителей правительства Российской Федерации. Они стараются фамилию Медведева не произносить, не писать. Ну, как же это начальник, нельзя касаться, вот даже, ну, как бы что не вышло. Как известная пахучая субстанция. Законодательством Российской Федерации предусмотрена административная уголовная ответственность физических лиц, ответственность организаций за осуществление экстремистской деятельности. Понятие последней содержится в федеральном законе противодействия экстремистской деятельности. И что нам пересказывает, вот эту чепуху пишет человек, который является заместителем начальника управления, одного из крупнейших управлений, где все туда навалено. Исполнение законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействие экстремизму и терроризму. Все туда навалено. То есть ключевое управление, заместитель ключевого управления нам рассказывает содержание закона. Какой закон нам читать. Мы читали все законы и знаем их гораздо лучше, чем господин Жафяров. И по существу понятие, дальше его личное мнение понятно. По существу понятие экстремизма, по существу, по какому существу? Понятие экстремизма включает в себя крайние формы выражения идей национализма. Это с какого перепугу этот человек это взял. А крайние формы проявления либерализма, коммунизма, крайние формы русофобии. Вообще все крайние формы разве не относятся к экстремизму? Так вот, крайняя форма экстремизма, крайняя форма экстремизма, это перенос экстремизма на понятие национализм. Господин Жафяров именно это и делает. То есть он полностью ассоциировался со своим хозяином, с председателем правительства Дмитрием Медведевым. И объявил нам, что понятие экстремизма включает в себя крайние формы выражения идей национализма. То есть экстремизм и национализм, суть одно и то же, национализм элемент экстремизма. Вот что нам рассказывает господин Жаферов, абсолютно невежественный и противоправно действующий, противоправно объявляющий нам о своем мнении. И значит, еще раз тогда полностью предложение читаем. По существу понятие экстремизма включает в себя крайние формы выражения идей национализма. Идеи национализма. В чем они заключаются? Вот он пишет, заключающиеся в нарушении прав свободы отдельных граждан и групп лиц в зависимости от их расовой, национальной, языковой принадлежности и других обстоятельств. Это полный бред сивой кобылок, национализму, все это не имеет отношения, зато прямо имеет отношение к деятельности Путина, Медведева, генерального прокурора Чайки, одного из замов вот этого Жаферова. Вот именно они, они избирают нас как объект своей расовой ненависти. Мы к другой расе принадлежим, не к их расе, поэтому они нас ненавидят. Мы принадлежим к другой нации, мы русские, они явно не русские во всех своих проявлениях, у них только язык русский, русскоязычный. И то язычок такой, прямо скажем, припудренный какими-то новациями, которые позволяют этих людей, даже вот по текстам, которые они произносят, отличать от русских. Не русские они, нет. Языковой принадлежности, да, вот с языковой принадлежностью вот эти элементы, вставленные в их язык, отличают их от нас. Поэтому они нас ненавидят, как русских людей, которые изъясняются по-русски, ненавидят люди, которые пытаются трансформировать русский язык в россиянский. Ну и нас, соответственно, в россиян. Они нас ненавидят. И нам генеральная прокуратура в лице господина Жаферова об этом недвусмысленно рассказала. В связи с этим ваши доводы о преследовании любых действий и инициатив, связанных с идеей национального развития, не являются обоснованными. Ну, это он якобы доказал. Решение вопросов об отстранении от должности председателя правительства Российской Федерации не относится к компетенции органов прокуратуры. Ну, это вранье просто. Ну и ладно. Они нас ненавидят. Нам уже понятно, что они именно по этому поводу будут врать вообще обо всем. Состоялось очередное заседание суда по делу Юрия Якишева, который противоправными действиями следственных органов и прокуратуры, размещен еще в мае прошлого года в тюрьму и находится в ней без всяких оснований. Мне было предложено стороной защиты провести анализ экспертиз, так называемых экспертиз Московского исследовательского центра, такого гнезда противоправных действий при Минюсте. Я три таких отзыва на заключение сделал. Но в конце концов постоянные трансформации обвинительных претензий к Якишеву менялись. В конце концов, вот только последняя экспертиза была, в конце концов, приобщена к делу. Я выступил на суде, я думаю, с такой погромной речью, которую разнесла и камня на камень не оставила, от этой так называемой экспертизы Московского исследовательского центра. Но что дальше, что дальше? Человек продолжает сидеть в тюрьме, никаких оснований нет. Вот есть его, фактически сейчас оставшиеся в деле и подлежащие анализу, две статьи. За статьи, то есть за мнение, человек сидит в тюрьме. Не доказано ни то, что он распространял эти статьи, ну допустим, он признал, что да, это мои статьи. Не доказано, что он распространял эти статьи, не доказано, что он использовал их в целях пропаганды, возбуждения ненависти, призыва к насилию и так далее. Ничего не доказано, абсолютно. Но человек сидит в тюрьме. Эти материалы не признаны судом экстремистскими, не признаны. Но я понимаю, вот человека арестовывают формально, это соответствует закону, когда он начинает распространять запрещенные, объявленные судом экстремистскими материалами. Судья там с каменным лицом все это выслушала, слава богу, мой отзыв специалиста приобщен к делу. И появляются какие-то шансы, что все-таки Юрий Якишев будет выпущен. Я, правда, подозреваю, что сейчас все действия правоохранителей, так называемых, кривозащитников, защитников всякой кривды, будут обусловлены предстоящими президентскими выборами. Поэтому они будут затягивать или отрицать, затягивать правовое решение, освобождение, например, Юрия Якишева из-под стражи. Потому что он является активным противником нынешнего режима. Вот я тоже являюсь активным противником этого режима. Поэтому, по мою душу, тоже ожидаю постоянно всяческих репрессивных действий. И живу, можно сказать, под дамоклым мечом, как и многие активисты русского движения. Ну, соответственно, и против нас используются разные формы репрессий. Не только арестовывают. Арестовывают, конечно, малую часть. Но и создают жизненные проблемы, запрещают выпуск книг, цензуру. В России цензура стала тотальной, она везде. Они не позволяют выходить в средства массовой информации, там существуют черные списки. Не позволяют работать по специальности и так далее, и так далее. Совсем недавно мой сын не был принят на работу, потому что у него потребовали, чтобы он предоставил сведения о своих родителях. Он предоставил, после чего ему было отказано в устройстве на работу. Вот такими действиями, такие действия предпринимают подлецы, пробравшиеся во власть. Конечно, все эти безобразия должны быть прекращены, но сможет сделать это русская власть. А близко ли тот момент, когда русская власть может быть установлена? Может быть близко, а может быть и далеко. Все, подавляющее большинство, пребывают в иныне и считают, что да ничего не получится, очередные выборы, Путина снова выберут. А вдруг не получится? Вдруг вообще его вперед ногами послезавтра вынесут, а мы будем уже через несколько дней жить в совершенно иной реальности. Вообще этот режим стал противен всем. Я считаю, что он даже самому себе отвратителен и омерзителен. Они уже не могут ничего высказать такого, что вызывало у людей какие-то позитивные мысли, переживания, какие-то ощущения, что у России есть еще какая-то перспектива, что к народу отнесутся справедливо, и что олигархи будут наказаны, что изменники будут сидеть в тюрьме. Они не могут сказать уже ничего. Тотальная цензура, тотальные политические репрессии, все эти шашни так называемых политтехнологов, которые пытаются противозаконными методами исключить проникновение в органы власти, людей с иной точки зрения. Вот сейчас Единая Россия готовится проводить праймерис. Абсолютно беззаконная процедура, которая вне законодательства находится. Они якобы сами для себя там проводят какой-то опрос. Какое вы имеете право во всероссийском масштабе, какая-то отдельная партия, проводить выборы без какого-либо контроля со стороны общественности, со стороны государства, кто вы такие, чтобы проводить какие-то там праймерис. Это избирательная система. Ну раз так, если вы своими собственными методами там проводите какой-то отбор кандидатов, так почему об этом говорят на всех телеканалах? И руководители этого беззакония выставляют все это дело как некая часть политического процесса и часть избирательного процесса. Это абсолютно беззаконное деяние. Никаких праймерис в нашем законодательстве нет. Никакой партийности в нашей Конституции при формировании органов власти нет. А вы сделали, тотально партизировали весь процесс. Значит вы, господа из Единой России, являетесь наглыми преступниками. И все вы должны, все поголовно, вот все, кто имеет хоть какую-то должность в Единой России, должны сидеть в тюрьме. И я надеюсь, что это время уже подступает, оно скоро будет. Вы все получите по заслугам за измену государственности нашей, за использование законодательства в своих частных корыстных целях, за партизацию, которая противоречит основам нашей Конституции. Вы все будете сидеть в тюрьме. Жириновский там что-то ужарал с трибуны, это для вас должно быть симптомом. Это человечек, который чувствует конъюнктуру. Будем расстреливать и вешать, кричал он, а потом сказал, нет-нет-нет, это я все вот к преступникам, к мафиози и так далее. Ну, пальцем показывал-то на Единую Россию. Про Единую Россию он говорил, будем расстреливать и вешать. Ну, это он нам послание сделал, это же игрок. Он сыграл такую вот роль. И теперь многие запомнили, о, этот-то, как оказывается, какой же крутой оппозиционер. Ну, никто не замечает, что этот крутой оппозиционер палец о палец не ударил для русского народа вообще. То есть вообще ни одного, ни законопроекта, ни одной инициативы, ничего полностью на стороне Путина и всей русофобской шайки, которая сидит в Думе или сидит в правительстве. Он всегда на их стороне. А так, обеспечивая себе будущее и своим последующим таким негодяям в дорогих костюмах, которые там сидят в его фракции, он устраивает нам спектакль. Мы запомнили, будем расстреливать и вешать. Мы думали, что это относится к преступникам, которые сидят в Думе. А потом он сказал, да нет-нет, вы не так меня поняли. Вот и даже извиняться не стал. Ему все сходит с рук, потому что у него прикрытие на самом верху. Он владелец тех ключей от сейфа, где компромат на Путина заложен вот той самой семьей Ельцина, которая, ну условной семьей, не родственной семьей, а переженившимися негодяями, которые гарантировали себе безбедное существование. И дальше будут гарантировать. Именно поэтому Путин сейчас наградил Наину Ельцину, за что никаких государственных заслуг или общественной деятельностью никогда не было. Но награда, это награда вот той самой семьи. Все будет как при Ельцине, не беспокойтесь, и это такой символический жест. Вот неприкосновенные фигуры. Жириновский, мы его не трогаем, ни в коем случае. Ельцин, Ельцин, Ельцин-центр ставим, за там миллиарды рублей вкладывая. И орден Наине Ельциной. Вот это символическое напоминание тем, кому надо, что ничего не будет изменено. Путин и путинисты, как были ельцинистами, так и остаются. Они полностью плоти от того изменнического, разрушительного режима. И сейчас продолжают ту же самую деятельность, но в новых условиях. Немножко камуфлируясь и говоря, ну да, в 90-е годы такие безобразия, как будто эти безобразия не были организованы прямыми их политическими патронами. Ну, следуем дальше. Патологическая ложь. Президент Владимир Путин, якобы президент, якобы Российской Федерации, Владимир Путин отметил колоссальный эффект реализации стране программы строительства перинатальных центров, заявив, что в России успешно преодолевается демографическая проблема. Абсолютное вранье. Слава Богу, в последние годы нам удалось сдвинуть эту ситуацию в положительную сторону. Никто не ожидал, никто не верил, что наши программы поддержки демографии так сработают. Врет, они сработали никак. То есть они не сработали для русского человека, они не сработали никак. В прошлом году у нас показатели немножко снизились, но тренд демографический все равно позитивный. Нет, наука говорит не позитивный, а негативный, потому что сейчас количество рождений будет резко падать, потому что поколение молодых людей, которые могли бы рожать людей, малочислено. Это уже результат деятельности не только ельцинской, но и путинской администрации путинского режима. Президент подчеркнул, что в рамках нацпроекта здравоохранения в последующих программ уже построено 75 перинатальных центров и до конца текущего года планируется открыть еще 19. Результат очень хороший, если не сказать блестящий, в некоторых регионах материнская смертность упала до нуля. Если продолжать врать по той статистике, которая у нас цифры, например, зарплат завышает вдвое, просто вдвое, умножая на два, скорее всего, простейшим образом, или просто записывая любые результаты, которые в голову придут, перемножая какие-то отдаленные условно правдивые показатели, то тогда можно сказать, что и до нуля упадет, у нас скоро вообще люди перестанут умирать, потому что статистика так скажет. Мы будем на кладбище относить своих умерших, а статистика нам будет говорить, смертность преодолена, люди живут вечно. Вот Владимир Путин, видимо, собрался жить вечно, ему придумали такую таблетку, и он, наверное, от этой таблетки совсем уже отупел и абсолютно не воспринимает действительность, которая его окружает. Но мы-то воспринимаем, поэтому видим абсолютное вранье. Он объявил еще, что младенческая смертность в России сейчас ниже, чем в Европе. Ну, абсолютное вранье, абсолютное. По итогам 11 месяцев 2016 года естественный убыль населения наблюдал в 16 из 18 регионов Центрального федерального округа. Это уже не отпутенная информация. Исключением стали лишь наиболее благополучные в экономическом плане Москва и Московская область. В северо-западном федеральном округе, другом историческом центре русского государства, ситуация немногим лучше. Естественная убыль на северо-западе в 7 раз меньше, чем в центре России, но общая численность проживающего на его территории населения втрое ниже. Особенное место в российской демографии занимает Северо-Кавказский федеральный округ, где регионов с убылью населения вообще нет. За январь-ноябрь прошлого года число жителей за счет естественного прироста увеличилось на 73 тысячи человек. Без учета Республик Северного Кавказа Россия уже в этом году продемонстрировала бы естественную убыль населения. Идет естественная убыль населения. Если убрать всех иммигрантов и кавказцев, Россия вымирает, вымирает. Если посмотреть, кто у нас впереди по демографическим показателям дает большую часть так называемого прироста. Дагестан, Чечня, Москва, но Москва, конечно, не русская, а антирусская. Санкт-Петербург тоже самое. Татарстан, Якутия, Ингушетия, Тюменская область, Ямал-Ненецкий округ, Бурятия, Кабардино-Балкария, Тыва. Вот основные источники прироста населения. А убывает какое население? Нижегородская область, Воронежская, Тульская, Ростовская, Ленинградская, Тверская, Саратовская, Владимирская, Тамбовская, Волгоградская, Кемеровская, Крым, Пензенская, Брянская, Курская, Смоленская. Все русские области. Русские стремительно вымирают. И в это время нам Путин докладывает, что у нас все нормально. У нас даже материнская смертность практически сведена к нулю. У Центрального разведывательного управления есть пять скрытых серверов для прослушки, которые называются «Покет Путин», «Карманный Путин». Вот я думаю, что этот «Карманный Путин» обслуживает интересы вовсе не России, не русского народа. Это карманный человек для ЦРУ, для олигархов, для мировой олигархии, для местной олигархии. Абсолютно карманный человек. У него нет ни собственного мнения, ни собственных даже интересов. Нет, его интерес полностью тождественен интересам окружающей его челяди, окружающей его нечисти. Это человек, функция составленная из интересов вот этого негодейского слоя, образованного в период правления его патрона Ельцина. Отметим, как преодолевается демографический кризис на самом деле. На самом деле только в нерусских регионах. Глава Башкирии Рустем Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в республике. С 1 января в случае рождения первого ребенка семья сможет получить 300 тысяч рублей на приобретение и строительство жилого помещения. Возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. Кроме того, они должны быть признаны нуждающимся в жилом помещении. В 2016 году рождаемость Башкирии снизилась, однако этот показатель в регионе все равно был на 6% выше, чем в среднем по России. Ну да, здесь очень такая ограничительная мера. Супруги должны быть достаточно молодыми и за первого ребенка 300 тысяч рублей. То есть начинается именно с того, что стимулируется рождение хотя бы первого ребенка. В России этого нет. В России там про второго ребенка с отложенными какими-то выплатами, этот материнский капитал, он не сыграл вообще. Он просто заморочил головы людям, которые считают, что что-то там делается в демографической ситуации, делается прямо противоположно тому, что нужно. Никакого роста коренного населения в России не происходит. Происходит рост численности, можно сказать, взрывного потенциала тех народов, которые собираются заместить коренные народы России. Это политика Путина, замещающей миграции и замещающей демографии. Абсолютная враждебность русскому роду, русскому народу. Последователи Клары Цеткин и Чигагских проституток, разумеется, отметили 8 марта. Кроме того, подписано распоряжение, утверждающее национальную стратегию действия в интересах женщин на период 2017-2002 год. Вот такой документ подписал Дмитрий Медведев. На этом этапе предусматривается разработка механизмов реализации стратегии информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин. Ну какой-то бред. Вот есть национальные интересы, они понятны. Они понятны, интересы нации в целом. Но здесь выделяются почему-то женщины, и оказывается, у них должны быть интересы, специально спонсируемые государством. На следующем этапе предусматривается реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сфере. То есть нас делят по разным направлениям, полосуют общество вдоль, поперек, по половому признаку, по политическому, по демографическому, по этнографическому, по любому поводу. Нас разделяют и кому-то дают, у кого-то отнимают. И из-за этого, естественно, напряженность в обществе может только увеличиться. Вот эти дебилы, которые сидят в Кремле, это просто инструмент по уничтожению нашего народа и нашего государства. Кремль готовится вообще-то к войне. В Петербурге полиция начала подготовку к работе в условиях военного времени. 3 марта соответствующие инструкции были разосланы руководителем регионального главного управления МВД, и первые доклады от подразделений уже приняты. Согласно инструкциям, с 3 марта вводится в действие план мероприятий, выполняющих МВД России при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации. Руководители подразделений обязаны доложить о ходе выполнения мероприятий по непосредственной подготовке к переходе на работу в условиях военного времени. Отмечается, что указания руководства действительны до объявления мобилизации в Российской Федерации. На самом деле, эта подготовка вовсе не к внешней агрессии, которая крайне маловероятна, а к агрессии всех силовых структур, которые будут брошены против народа, который уже не сможет выживать физически, уже на грани физического выживания находится около 70 миллионов человек. Вот их надо как-то будет обратно загнать в пещеры, в трущобы, вот для этого все и готовится. Они готовятся воевать с нами и уже воюют, но только методами холодной войны, местами только горячей, а в основном холодной. Поливают нас холодным душем, так чтобы мы прекратили какие-либо попытки изменения ныне существующего режима, сегодняшнего убивающего наш народ положения. Варьё обслуживает варьё, это принцип нашей жизни, так уж нас в эту жизнь погрузили, хотя мы хотели бы и другой жизни. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов предложил провести в 2017 году амнистию осужденных за мошенничество, поскольку, по его мнению, это одна из главных статей, по которой идёт давление на бизнес. Ну, вы все мошенники, поэтому мошенников пытаетесь освобождать. Может быть, как-то что-то исправить в судебной практике, может быть, мошенников наоборот надо как можно больше сажать, а честных людей, наоборот, защищать от мошенников. Вы же этого не делаете, вы, напротив, мошенников оставляете на свободе. И слишком их много развелось, и те самые люди, которые кого-то обвиняют в мошенничестве, у нас находятся у руля государственной власти и правоохранительных органов. Что ж тогда? Тогда просто вас всех надо выносить в ООН. Вот Дума тут тоже объявила о том, что санкционные приятели Путина могут не платить налогов. Ну, вот они придумали санкции, сами их ввели, против них ввели. У них идёт там игра приятелей. Влюблённые бронятся, только тешатся. И вдруг почему-то людей, которые причастны к воровству, путинские приятели, эти, как их обобщенно называют, Кооператив Озера, освобождаются от налогов. Замечательная вещь. То есть мы несем бремя вашей безумной, совершенно бесчестной политики. Внешней политики, внутренней политики, полный провал везде, и вы ещё освобождаете самих себя от налогов. Ну, ничего себе наглость. Профанация от штатного шута. Что-то они замышляют, явно замышляют. Владимир Жириновский предлагает вернуть чёрно-жёлто-белый флаг и гимн Божий царя храни. Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение Нижней Палаты проект постановление о заявлении Государственной Думы ФСРФ о государственных символах. Понятно, что Жириновского используют только для того, чтобы дискредитировать что-нибудь. Вот ничего позитивного никогда от него ждать не приходится. То есть та инициатива, с которой он выходит, будет представлена в самом карикатурном виде и просто будет нас позорить. Вот в данном случае Жириновский решил опозорить имперский чёрно-жёлто-белый флаг, который является символом вообще русского движения, русского национального, имперского движения, русских националистов. Он хочет наплевать нам в душу. Именно поэтому он выносит свою инициативу с введением такого флага. Она, конечно, не будет пропущена, но зато он поизгаляется с трибуны, ещё чего-нибудь там проорёт. Награды подлецам от подлецов. Понятно, вот самая ключевая награда – это награда Найни Ельциной. Ну и другие у нас возникают награды. В этом случае региональная УФСБ по Санкт-Петербургу заказала партию медалей почётному участнику специальных программ с Феликсом Дзержинским на Аверсе. Судя по надписям, выпуск приурочен к столетию ВЧК Дзержинский и надписи «Почётный участник специальных программ и 20 лет». На реверсе значится 100 лет надписи ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ. 917-2017. Герб УФСБ по Петербургу-Области, УФСБ по Петербургу-Области отказались комментировать эту информацию. Ну, коли отказались, они вообще-то всё отказываются. Мы считаем, что так оно и есть. Эта медалька уже в интернете, её уже показали, её прообраз. Но для нас здесь главное, что вот эти люди, которые числят своё происхождение от ВЧК, НКВД, КГБ, продолжают свою гнусную деятельность. И свой гнусный символ они продолжают восхвалять и поклоняться ему. Вот этого живодёра, наркомана, убийцу Феликса Дзержинского, они продолжают считать своим кумиром. Ну, для нас это абсолютный враг, враг русского народа, русского государства. Наверное, они постараются вернуть её из Тукана, который раньше стоял на Лубянской площади. Мне-то кажется, что это место для того, чтобы здесь поставить памятник Николаю II и его семье. Они замучены вот этими чекистами, потому что те, кто совершили убийство, это типичные чекисты. Вот типичный чекист у нас и Путин. И вокруг него вот такие же типичные чекисты, КГБисты. Кровавая говня её называют, да, но это уже с таким улыбкой, усмешкой. Так усмешка-то это сквозь слёзы, потому что столько жертв и столько вреда нанесли эти люди нашей стране и нашей государственности, которую они призваны якобы защищать, но не защищают. Напротив, уничтожают всё то, что могло бы поднять наше государство и укрепить его величие. Увольнение назначения подлецов. 9 марта российский президент Владимир Путин отправил отставку 10 высокопоставленных генералов МВД, Следственного комитета и ФСИН. Данный указ был опубликован на портале правовой информации. О причинах массовой отставки не сообщается. Уволены прокуроры Чувашии, Еврейской автономной области, начальник ГУ МВД по Самарской области, первый замначальника Московского университета МВД, начальник ГУ МВД по Нижегородской области, глава полиции Вологодской области. Александр Михайлов, генерал ФСБ в отставке, генерал-лейтенант, сказал так, написал в своём блоге, «Сегодня сняли 10 генералов с должности. За всех не скажу, может быть, по болезни, выслуги, но парочка конченые, извините, мудаки и мрази. Не удовлетворён. Надо погнать с санными тряпками». Ну, это его, это вот этот вот стиль, как раз такой чекистский КГБшный. «Кто их рекомендовал? Ведь на стадии назначения было всем, кто с ними служил, известно, что это моральные уроды и твари. Обидно, и что опять из-за группы чиновных халдеев пятно падает на всю систему, где тысячи честных людей. Ну, наверное, тысячи честных, да сотни тысяч бесчестных. Я не помню случая, чтобы одновременно сняли с должности и уволили кадровика, который подбирал на должность кандидата. Почему? Кто ответит за то, что, извините, опять гандон, 2-3 года уничтожал управление главк? Всё делалось на виду. Возникает вопрос, если всем, кто с ними служил, было известно, что это руководители моральные уроды и твари, то что же творилось в управлениях и главках, руководимых этими уродами и тварями? Это вопрос, который мы должны задать сами себе, если генерал-лейтенант, ну, он такой смелый стал, когда в отставку ушёл. Вот он так оценивает ситуацию в своём ведомстве. Ну, а мы, соответственно, всё это ведомство оцениваем по его высказыванию, которое вскрывает всё безобразие. Он-то переживает за честь мундира, ему обидно, что на него тоже пятно как-то падает. Но мы видим, что там чести не было вообще никогда. То есть абсолютно бесчестная, подлая структура. Я думаю, что в русском государстве никаких последователей ЧК КГБ просто не должно быть. Мироеды. Мироеды правят нашей страной. За 10 лет количество правоохранителей и чиновников увеличилось на 400 тысяч. За тот же период в обрабатывающей промышленности работы лишились более 2 миллионов человек. В то время как доходы населения падают третий год подряд, 30% населения заявляют о сокращении зарплат, благосостояние чиновников растёт. Например, средняя зарплата чиновника в аппарате правительства – 228 тысяч рублей. Неудивительно, что 70% чиновников не опасаются сокращения оплаты труда. Ну, сократят немножко, ничего страшного. Правительство заявляет об индексации пенсии и социальных пособий, но почему-то забывает об орно растущих тарифах на коммунальные услуги и лекарства. Правительство заявляет народу – денег нет, но вы держитесь. Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, генерал-майор полиции Курносенко, сообщил, что средний размер взятки в России в 2016 году составил 328 тысяч рублей, что на 75% больше, чем годом раньше. С течением времени коррупционные схемы постоянно совершенствуются, появляются новые методы конспирации, видоизменяется предмет взятки и способ его передачи. Используется так называемый удалённый доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платёжные системы, взятки в виде услуг нематериального характера. Страна погружена в тотальную коррупцию, в тотальную коррупцию. То есть нет ни одного живого места. Может этот режим дальше существовать? Мы уже не можем при нём существовать. Не можем. Вы уже довели нас до крайностей. В этом году этот режим, я надеюсь, доживает свои последние времена. И мы должны постараться сделать всё, чтобы этот режим ушёл, чтобы позорная страница нашей истории осталась в прошлом. Мы её перелистнули и начали заново с чистого листа формировать органы власти, вычищая оттуда всех, кто причастен к путинской коррупции, к путинской измене, к путинской русофобии. Живодёры. Нынешняя пенсионная система, охватывающая всё население старшего возраста, весьма вероятно прекратит своё существование. Своим видением будущего в интервью газете «Известия» поделился ректор Российской академии госслужбы при президенте Российской Федерации. Ректор при президенте Владимир Мау, давнишний ельцинист, потомственный русофоб, нерусский человек. Эксперты считают предлагаемую реформу аморальной и вредной для страны. Вот что он предлагает. По мнению Мау, через поколение привычная нам пенсия по старости превратится в пособие по бедности или инвалидности. То есть все будут либо бедными, либо инвалидами. Таким образом, пенсия станет адресной, её размер будет позволять «нормально жить». Ну, это так в кавычках. Мы все нормально живём, только в кавычках. Названная мера представляет собой один из трёх возможных вариантов пенсионной реформы. Два других – повышение пенсионного возраста и увеличение отчислений в пенсионные фонды. Неохваченные господдержкой граждане будут, по мысли Мау, сами заботятся о своих пенсионных накоплениях. Есть несколько механизмов обеспечения жизни в старости. Государственная пенсия, частные пенсионные сбережения, вложение в недвижимость, вложение в семью, которая тебя не оставит. Каждая стратегия по отдельности является рискованной, но совокупность комбинаций даёт определённый эффект. Поделился жизненным опытом этот так называемый экономист. Ну, по нему наручники, конечно, плачут. Они как хотят сделать? Вот государство – это наша корпорация, наше акционерное общество. Мы, всё, что принадлежит государству, всё, что государственными механизмами может приносить доход, вот это всё наше. А дальше, ну, уже как-то сами там из пенсии как-то сами разберитесь и там свои рисковые вложения в разные какие-то институты, сбережения на чёрный день. Это вот всё ваше. А мы тут всё заберём и спасибо вам за то, что вы существуете, как пушечное мясо может быть при войнах, а так вообще-то вы не нужны. Идите и занимайтесь своим будущим, своей старостью сами. А мы тут сами, мы извлечём ту прибыль, которую запланировали, и она будет только у нас. Уже прошло это строгое разграничение. Вот есть совершенно жёсткая черта, разделяющая народ и антинарод. Антинарод весь скопился не просто в высших органах власти, а во всех органах государственной власти и во всём крупном бизнесе, который приобрёл олигархические черты. Это разграничение совершенно жёсткое, поэтому народ должен принять решение, каждый человек должен принять решение для себя. Это антинародная власть, соответственно, она должна быть устранена, и все богатства этого антинародного слоя должны быть реквизированы, обращены на пользу народу и государству. А все люди, которые причастны к преступлению против нации, потому что нация – это политическая сущность, то есть это против государства и народа, те, кто составлял антинациональную власть, должны полностью и навсегда покинуть все государственные должности и покинуть все управленческие должности. Раз и навсегда никакой собственности у них ни в России, ни за пределами России быть не должно. Какими методами это добиться, я думаю, что не так уж сложно придумать и такие меры ввести в действие, когда власть станет русской. Ну вот это, наверное, все, что я хотел на сегодня сказать. Положение тяжелое и будет осложняться до тех пор, пока мы не выметим из Кремля и из всех органов государственной власти, из олигархических структур, всю нечисть, которая там скопилась за годы правления Ельцина и Путина. Время подступает переломное, нам надо мобилизоваться, нам надо использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы русские люди сплотились и приняли общее решение. Должна быть в России установлена русская власть, русский национальный режим должен провести самые жесткие меры по санации русской государственности, никакой другой, и национальная политика в России должна быть только русской, никакой другой. Редактор субтитров А.Семкин